МЕЗГАЛЬ Возможность побыть самостоятельным Сегодня гаджеты и планшеты Всевозможные цифровые устройства Занимают практически все информационное пространство ребенка Но согласитесь, это довольно сомнительный метод Для полноценного развития школьника Ну а бабушки и дедушки в деревнях есть не у всех Что же делать? Сегодня на все эти вопросы Устройство летнего отдыха для детей областного центра Если они желают провести каникулы именно в палаточном лагере Нам ответит Даниар Кужахметов Это консультант по воспитательной работе Отдела образования города Кокшатау Здравствуйте, Даниар Муратпекович Здравствуйте Итак, Горано обещает организовать досуг на спортивных площадках Расположенных на территории школы А также уделить внимание досугу детей в палаточных лагерях И здесь сразу напрашивается первый вопрос Сколько тысяч детей на каникулах отдохнут Именно в пришкольных либо загородных лагерях города Кокшатау И во сколько им обойдется путевка В летний период 2018 года Планируется 100% охват занятостью детей в летний период При школьных площадках предполагаемый охват 6257 учащихся В загородных ДОЦ 1917 учащихся Также у нас существуют другие направления занятости детей Это языковые площадки, трудовая практика Профильные летние смены в организациях дополнительного образования То, что касается стоимости путевок Подведутся к отделу образования Загородные детские отравительные центры Это Сокол и Чайка, которые находятся в Айрдамском районе Севергостанской области Стоимость от 43 до 45 тысяч тенге за смену Скажите, пожалуйста, о локации палаточного лагеря И контактной информации Чтобы наши телезрители могли в случае необходимости с вами связаться Палаточный лагерь находится на территории экопарка Город Кокштаб Для того, чтобы попасть в палаточный лагерь Списки формируются в школе В первую очередь лагерь организован для детей Из малобеспеченных семей Для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей Детей, стоящих на внутрешкольном учете И на учете в отделе ювенальной полиции При желании, если хотят приобрести путевки платно Просим обращаться в Центр внешкольной работы АУЛЕТ Телефон 29 25 79 Он находится по адресу улицы Вернадского, 46 Так как палаточный лагерь находится вне города Как организован подъезд детей? Подъезд детей организован, централизован На двух автобусах ПАС Красноярской средней школы Гимназии номер 3 Даниил Муратпекович, сколько в городе Организовано загородных, пришкольных и палаточных лагерей? То, что касается загородных лагерей У нас два загородных лагеря подвесных Отделы образования, это Соколычайка В Иртаусском районе 20 пришкольных площадок И один палаточный лагерь на сегодняшний момент Есть ли возможность детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей Бесплатно отдохнуть в летних лагерях городского Акимата? Да, такая возможность есть Для этого, согласно приложению 14 Приказа Министерства образования и науки Республики Инстанты от 13 апреля 2015 года Стандарт приема документов В пришкольные площадки выдачи направлений И путевок загородной ДОЦ Необходимо это Тут два варианта Обратиться в государство-корпорацию Это центр обслуживания населения Или через школьную канцелярию Через школьную администрацию Подать заявление на им директора школы Предоставить справки, подтверждающие льготный статус А то, что касается именно загородных Нам еще необходимо Дополнительно Справка 079У Справка о здоровье Это для тех, кто отъезжает за город на ДОС Для организации палаточного и юрточного лагеря Таких процедур не требуется Здесь достаточно того, что дети состоят В школьных списках в льготной категории Можете подробно остановиться именно на графике Какой график в палаточном лагере И сколько длится одна смена График работы палаточного лагеря С 10 утра до 6 вечера Длительность смены 6 дней Что вы можете сказать в общем о питании Во время пребывания детей в палаточном лагере Питание в палаточном лагере Организовано один раз У нас горячее питание, комплексный обед Так как на территории Экопарка нет типовой столовой То ребята на автобусах во время обеда Выезжают в близлежащую школу Это средняя школа номер 21 В столовую Там принимают пищу во время обеда А здесь на территории Экопарка предусмотрены два сухих пайка Это вот до обеда В районе 11 утра И после обеда где-то около 4 дня Два сухих пайка Туда входят кондитерские изделия Духовая выпечка, фрукты Даниил Муратпекович, можете остановиться на возрастной категории Ваших маленьких отдыхающих? Палаточный лагерь Планировали и организовываем Для учащихся 5-10 классов Так как при школьной площадке Организован для детей младшего возраста С 1 по 4 класса А для среднего и старшего возраста Это палаточный лагерь Ну вот по прошествии уже двух смен Сейчас уже идет третья смена По тем спискам, которые нам предоставили со школы Те, которые здесь находились В основном это ребята 6-8 класса Основная масса 90% отдыхающих в палаточном лагере Это участие 6-8 класса Сколько средств из городского бюджета Выделено на организацию летнего отдыха Именно в этом году? Для организации летнего отдыха Запланировано 200 покупка 230 себе путевок На сумму 8 млн 645 тысяч деньги Также 3 млн 591 тысячи Выделено для отдыха 540 детей Это в юрточном и палаточном лагере Если говорить о бесплатных путевках То ответьте пожалуйста на вопрос Сколько детей из категории Социально уязвимых слоев населения Получат бесплатные путевки в палаточный лагерь Бесплатные путевки Как я уже говорил У нас 237 путевок запланированы По сравнению с прошлым годом У нас было 89 путевок В этом году 237 путевок Также 540 детей у нас На палаточном юрточном лагере И вот 80 детей на лагере С пользой для дела Далее озвучите пожалуйста цифру Сколько тысяч тенге на летний отдых детей Из малообеспеченных семей Перечислил именно профсоюз работников образования Города Кукшетау Профсоюз работников образования Города Кукшетау Выделяет 645 тысяч тенге Для приобретения 15 путевок В детский оздоровительный центр Загородная это Чайка Говоря о финансовой поддержке Мы не можем не озвучить Спонсорскую помощь Есть ли она от бизнесменов Областного центра В организации летнего отдыха Для детей Оставшихся без попечения родителей Или детей из группы риска В этом году В летний период 2018 года Объем спонсорской помощи Составляет 121 тысяча По сравнению с прошлым годом В 2017 сумма составила 93 тысячи тенге Так как дети находятся вне города Как вы предусмотрели Возможные Может быть непредвиденные ситуации Которые могут возникнуть По медицинским показаниям В палаточном лагере У нас предусмотрен Один медицинский работник Медицинский работник Он по договору Центрной школы работы Аулет Нанимает его на летний период Именно для того Чтобы он работал в палаточном лагере Медицинский работник Находится в лагере В течение дня Вместе с детьми приезжает Вместе с детьми уезжает Полный день Вместе с детьми уезжает Даниар Муратпекович Спасибо вам за информацию И участие в программе Уважаемые телезрители На этом я с вами прощаюсь Это была программа МСГЛ И я ее ведущая Жамал Габдулина Не забывайте Что всему свое время До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова